МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Природный музей под открытым небом у республиканским заказнику «Мазырские яры» з'явился имяный участок лесных культур. Мир – дорожайшая каштоуность. Юные миротворцы представили справоздачу об своей деятельности. А зараза об этом и иншим больше подробязна. Супрационники органов внутренних справ Гомельской области протягивают мониторных на объектах агропромыслового комплекса. Факты правопорушения выявляются практически что дня и во усих районах. О знаходжении на прационном месте у стане алкогольного опьянения да крадяжу сельско-господаршей продукции и дызельного палева. Только за минулый тыдень в области с упрационниками милиции было проведено 109 рейдовых мероприемств, подчас яких выявлены 34 факты дробных крадяжу. Шесть работников господарок у основным вортовники находились на прационных местах у нитьярозом стане. Так само выявлялись факты неналежной захованости майомости и организации вортовой аховы. Сирот наибольши распаусюженных у господарках крадяжи дызельного палева, муки, комбикорму, сбожи, соломы и продуктов харчевания. У Ветковским, Октябрьским, Житковичским, Петриковским и Наравлянским районах выявлены факты крадяжу кукурузных пачатков и сбожи кукурузы агольной вагой каля тонны. У Кармянским, Рогачевским и Ветковским выкрали 3 тонны соломы. Только из поля у господарки «Искра» ветка выкрадальник вывез 2 тонны. У Гомельским районе из поля выкрали 50 кг цыбули. Одразу у семи районах в области выявлены крадяжи дызельного палева агольной вагой каля полтоны. А пошний факт отбылся у Лоевским районе. У машины Гомельчанина, який знаходився у командировцы Уксуп Стародубка, милиционеры знайшли 200 литров солярки. Проверывши место жихарства выявили яши 250 литров, а так само мяшки с комбикормом. Выращается пытание о возбуджении криминальной справы. Правооховники нагадывают, любое ожидание узбогатиться державным добром тягни за собой наступствы. По всем выявленным случаям хищения в сфере агропромышленного комплекса сотрудниками милиции проводятся проверки. На лиц, совершивших административные правонарушения, составлены протоколы по части 1 статьи 10.5 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере 10 до 30 базовых величин или административный арест. Протягиваем выпуск. Значная падея у лесной господарцы региона. У республиканским заказнику «Мазырские яры» з'явился именный участок лесных культур. Урочистое мероприемство у гонор заслуженного лесовода Рыгора Бондара собралося броу и коллег. Природный музей под открытым небом. Миноведа так называют один из уникальных кутков по лесу – заказник «Мазырские яры». Нават не верится, что в начале 60-х годов минулых астагодзе эта территория имела совсем інший выгляд. Голые яры постоянно обсыпались. В этот час на «Мазыршину» приехал працаваць лесовод Рыгор Бондар. Миноведа ему належит идея засадить яры древами и так умацаваць схилы. Сёня, прас Амаль 55 годов, гэтый маляуничий участок отрымал имя своего стваральника. Идею подал Николай Дмитрий Ждаськов, бывший директор. И я сказал, что я приложу все усилия, и это мы сделаем. Это нужно, и этот человек отдал практически всю жизнь своё лесному хозяйству. Это уникальный человек, которому это стоило сделать. Рыгор Бондар – соправный патриарх лесу. Мазырский досведный лесгаз он узначаливал больше, как 20 годов. У гонор таких людей – смелых, расшучих и досведченных. Украине з'являются имяные участки лесных культур. Это у нас уникальный человек, один такой в республике, заслуженный лесовод БССР, который ныне здравствующий. И мы решили, что пока человек ещё есть, чтобы сам увидел результаты своего труда. И собрали коллектив, и ветеранов. Я думаю, это очень хорошая традиция, и мы будем продолжать эту работу и дальше. Заслуженный лесовод Сёня на заслуженном отпадшинку. А лесу весь из родным предприемством не губляя, да помахая парадами, консультируя молодь и мкнется передавать свой опыт молодому поколению лесоводу. Я считаю, что именно то, что сегодня они сделали для меня, это говорит о том, что я ещё немножко поживу на этом свете и полезных советов тоже могу дать им, как в дальнейшем вести себя в природе. Светлана Хрутько, Катерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав прописнул телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Английская мова у будущей профессии. Адукационное мероприемство под такой назвой сегодня у першиню пройшло у Гомельским державным университете имя Франциска Скарыны. Обзначенности замежной мовы у профессийной деянности расповяли представники комитета экономики Аблова Конкама, специалисты банковской сферы, промысловы гигантов, буйных организаций, которые занимаются внешнеэкономической деянностью. Их слушателями стали студенты университета, а так само старшоклассники 72-й школы Гомеля. Сегодня наибольшь запотребованные на рынку працы специалисты с ведением замежных мов. Миновата ГЭТ и критерии улику самых значных. Разом с тем, процедавцы означают дефицит таких кадров. Подобные сустречы – добрая мотивация для будущих специалистов узмоцненно выучать англійськую мову. Мне очень нравится, что сейчас этому уделяется большое внимание. Конечно, нужен язык. Причем язык не один, одного уже недостаточно. У нас на сегодняшний день в Гомельском отделении мы делаем переводы на 23 языка из 23 языков. Должна отметить, что председатель палаты Владимир Евгений Чулахович владеет четырьмя языками профессионально. Но это возможность хорошо общаться с миром. Как вы знаете, сейчас в Республике Беларусь идет тренд увеличения экспортных поставок за рубеж. И ввиду этого специалисты со знанием иностранных языков, они очень востребованы. Партнеры наши, международные трейдеры, они все находятся за рубежом, то есть в странах Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Поэтому функция, одна из основных маркетинга – это коммуникация. И без английского языка здесь, к сожалению, не обойтись. Беслан, Смоленск, Минск. Вучни Гомельской школы «Миру» побывали в этих городах, а затем провели великую справоздачную конференцию. Мероприемство было глубоким, эмоциональным и надзвучай крональным. Ураженными от его наведывания поделились наши корреспонденты. Такие простые и привычные слова об том, что Беларусь – символ мирного життя, у гэты день набыли особливый сенс. На протягу тыня в Учни разом с керавництвом 27-й школы наведывались миротворческие миссии розные городы России и столицу Беларуси. У каждом городе пройшли мероприемства, накераванные на духовное яднание беларусов и россиян. Тых, кто вучится патриотизму, сябруству и сумленности в дятинстве, обовязково пронесе гэты якости про свою життю. Одним из основных направлений Фонда мира является международное сотрудничество. И вот Школа мира как раз в этом плане и задает тон. Они заключили пять соглашений со школами России о сотрудничестве. И поэтому периодически наши ребята едут и они приезжают. Самое глубокое и хвалюющее уражение – это поездка в Беслан. Уси памятают, что 13 годов тому, 1 вересня, тут отбылся террористичный акт. Полторы тысячи вучнив и наставников школы три дни у полонии трымали террористы. У вынику трагедии загинули амаль 400 дятей и дорослых. Вучни гомельской школы побывали в этом месте без конца гасмутку, где все засталось и некранутым. Небыто драма разгорнулась только у Чора. И смогли сразуметь сами и подчас мероприемства донести до всех присутных, что такие простые слова, як мирное життё, самые важные для кожных человека. Очень тронуты всеми мероприятиями, которые там были, особенно первая школа Беслана. Находясь в этом спортивном зале, такое чувство, как будто минуту назад всё происходило, и сейчас ты стоишь на этом месте, где были люди, дети, учителя, и очень переполняют эмоции. Также мы побывали в новой школе номер один города Беслан. Вот как будто сравниваем то, что старая школа и новая. Новая, её очень преобразили, очень тронуло то, что сделаны много музеев, которые посвящены трагедиям. У весну на день яднания народа у Беларуси и России у Гомельскую школу Миру приедут в учни из Москвы, Санкт-Петербурга и Переяславля-Залескага. Марина Джала, Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». ГТ и иншие новины вы можете знать на нашем сайте и в интернете по адресу www.tivergomel.by Далее у эфиры «Спортивный агляд». С новинами спорта вас познайомить Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин